Всех с наступающим праздником! День народного единства! Сейчас вот в интернете многие пишут, что 4 числа людей сгоняют там насильно в таком чуть ли не добровольно-принудительном порядке и многие говорят, что мы туда не пойдем, не надо идти но этот праздник общероссийский, мне кажется надо всем туда идти заставляет вас или не заставляет кому-то там ватманы раздали это хорошо же, не надо вам тратиться кто за трапезников, пишите на ватмане на ватмане я за трапезников посмотрим, есть ли какие-то люди мы туда пойдем, но без всяких транспарантов, ну я наверное пойду Бадма пойдет, Бадма Берчеев потому что это российский праздник и как бы нас не пытались выставить оппозиционеры, да, еще что-то мы не оппозиционеры мы живем в этом городе в этой республике а оппозиционеры это те кто нам препятствует немного послушал эфир Адьяна Арктина, он там говорит что это отделение ведет к насилию но заметьте, со стороны нас никакого насилия не было насилие только в нашу сторону Адьяну Бушаеву угрожают Максу Адьянову угрожают Эрнея Монсаеву угрожали суды сейчас непонятны полиция всех ищет то есть такое политическое преследование и главное они такой сценарий прорабатывают еще в самом начале мне многие говорили Саин, мы тебя знаем ты настоящий патриот а вокруг тебя там собрались которые вот посмотришь они там уедут себе в Америку за границу они это говорят, да и по этому сценарию действуют они хотят выжить отсюда людей получается выжить патриотов которые здесь еще есть ну, угрожают пишут, к чему угрожают Адьяну там передали что его хотят там побить Максу пишет там какой-то личность какая-то непонятная что я за тобой слежу туда-сюда ну такие мне тоже там ну так говорили типа вот смотри при свидетелях что вот ты от нас здорово ушел типа такого ну это конечно это все так смешные наезды нам даже если по большому счету нам даже выгодно если с нами что-то случится люди поймут на самом деле на что способны те, кто поддерживает Трапезникова Адьян, кстати, вот как ты сказал такую вещь что люди поделились на тех, кто против Трапезникова Бату и Бату и тех, кто за Трапезникова Бату это конечно Адьян, ты не знаю кому-то хотел лизнуть это неправильно мы изначально говорили что мы против Трапезникова и ты точно так же ведешься на это специально или не специально я не знаю хочешь показать что мы прем против Бату я еще раз говорю я к Бату хорошо всегда относился я отношусь но это не значит что я должен перед ним бегать каждое слово слушать присмыкаться перед ним услужливым быть ему я считаю что он поступил неправильно я ему это сказал и я это продолжаю говорить и это не значит что я его записываю во враги народа пытается поставить или как Адьян Рактын не убышай как Бату Сергеевич сказал в интервью радио Маяк те кто выходят на площадь априори против меня он сам ставит лично меня против себя я то ни разу не говорил что я против него но он так хочет это его право пусть так ставит себя я против Трапезникова я вот скидывал в истории что там они говорят о каких-то инвестициях еще о чем-то что он много что сделает но мы видим что они просто сейчас набирают кредитов да и как нам говорят дайте год Трапезникову там посмотрим ну да дадим год поработает он здесь там и уедет а кредиты останутся да правильно Санал подметил адвокат раскалываем не мы и все кто на это ведутся на самом деле просто делают себе такой путь для для этого мнения да такой типа наверное они раскалывают поэтому они не правы но вы сами себя послушайте не слушайте никого слушайте только себя понимаете да вот уже сейчас видно например дороги то что делают да вы посмотрите вы поездите по дорогам которые наспех сделали перед этим была новость да что вот министерство не помню как называть министерство где вот Мамутов министр ЖКХ он отчитывал да там мы администрацию города за то что они не укладываются в сроки по ремонту там дорог чего-то еще там аллеи да и они сейчас торопятся и наспех закатывают дороги вы по ним проедетесь они уже такие волнистые весной однозначно мы поймем что их нужно переделывать вот но сейчас надо замылить или как сказать пыль в глаза нам бросит да или дым в глаза да но все это все всплывет если я буду думать то все видно даже сквозь этот дым нам говорят что вот как мне сказали да все хотят уехать да вот я начинал да мысль все хотят получить политическое убежище да вот когда они об этом говорят я смотрю и думаю вот это говорят люди которые сами мечтают уехать они видят что там наверное красивая жизнь и для них это кажется благом каким-то уехать с калмыкии с родины своей и даже если кто-то хочет уехать да много наших земляков по всему миру во Франции в Америке еще где-то они со своей родины все равно калмыки считают и приезжают сюда и у них родственники здесь даже если так я не вижу в этом ничего плохого у меня есть родственники в Америке друзья но когда они это говорят почему они не говорят про Трапезникова который точно так же вот он действительно вернее сбежал со своей родины и сейчас живет здесь в калмыкии хочет там какую-то карьеру строить об этом они не говорят но про нас они так говорят Трапезников был гражданином Украины вплоть до марта этого года принимал участие в этой войне на Украине его считают сепаратистом во всем западном мире его считают сепаратистом большинство стран он так считает а в ДНР в ДНР его считают предателем потому что он сбежал оттуда когда убили его начальника Захарченко и вся команда разбежалась почему они не остались дальше защищать свою родину если он такой патриот-герой почему он ушел он теперь стал патриотом калмыкии тут риск вот каждый подумайте о том кто думает что мы хотим сбежать куда-то за границу подумайте точно так же и про трапезников кто он если он сбежал со своей родины и часто тоже говорят когда начинают с людьми разговаривать аргументы заканчиваются потому что аргументы одни и те же у всех и они говорят ну а что такое наши же были наши работали и что воровали все сейчас своего поставишь тоже начнет воровать и главное все об этом говорят даже те кто работает в администрации в муниципалитетах работают то есть они признают что они сами воры они ни в кого не верят они считают что мы нация воров и единственное для нас спасение это действительно воряк человек со стороны который не будет воровать а любой местный будет воровать получается давайте тогда всех поменяем весь муниципалитет давайте поменяем потому что что один трапезников сделает ему нужна команда команда таких же честных людей как он которые тоже не местные у которых нет родственников здесь калмыкии которые не будут воровать так буду читать вопросы тех кто сидит под открытыми страницами я уже неоднократно заявлял на меня даже обижались люди некоторые даже меня пытаются травить на фейсбуке если вы хотите свою гражданскую позицию высказывать высказывайте ее открыто сейчас почему идет давление на активистов да ребят там по судам таскают потому что только они высказались открыто а все остальные там чаще всего многие да под фейковыми страницами там что-то говорят что призывают к чему-то да ну это получается так действуют провокаторы если вы хотите высказать свое мнение выскажите его открыто на своей странице видеообращение запишите придите на митинг скажите вот а пока вы сидите с фейковой странице то вы не знаю я пашни вообще не принимаем так идет пишешь я что-то пропустил причем тодианертон не на просто я там немного послушал и там в общем пацаны говорят что он так нормально сказал ситуацию описал просто я не успел досмотреть и я сказал только о двух моментах которые услышал то что он говорит что люди поделились на тех кто против бату и за бату это не так и еще что-то он там говорил ну короче уже высказался да и я неоднократно говорил мне говорят что вот там статусность какая-то еще что то мы простые граждане города да граждане калмыкии вот если вас останавливает до сотрудник полиции . госслужащий как только рука он обращается он обязан с вами разговаривать но вы для него потому что он на работе а мы здесь живем мы имеем право разговаривать так как мы хотим не оскорбляя человека и мы имеем право высказывать свою точку зрения если госслужащие не имеют права этого по контракту и нельзя ругать власть там еще что то то для наших для нас это вообще обязанность как граждан этой страны есть главный документ да это конституция россии читайте ее перечитывайте там написано что что такое народ кто такой народ а нам пытается сказать вы народ есть глава он вам сказал так все опустите головы закройте свои рты и всего лишь народ всего лишь народ вам надо молчать причем сам голова так не говорит он же сказал на встрече даже что ему интересно мнение каждого на встрече кстати да он сказал мне важно мнение каждого гражданина калмыкин он сказал что вот я вижу что здесь собрались ребята настоящие патриоты парадьянов сказал что он видит что он самый искренний даже из тех кто был но на странице в инстаграме батухасикова выходит текст где написано что он встретился с активистами с организаторами несанкционированных митингов которые допускали себе оскорбление допускали недопустимое же он не сказал мне об одном нашем дельном предложении предложение не он а его страница что я не знаю кто страницу ведет ну наверное он все равно через его цензуру это все проходит вот но нас пытается выстоять такими вот грубиянами что мы только можем оскорблять бездельниками как пишет например на странице башенка его бадмы да там тоже он общался мы с ним общались на стене где он неоднократно подчеркивал что вот мы такие бездельники лазим по чужим страницам делать нам нечего вот да давайте вопросы она пришла поесть хоть один житель калмыки который за трапезников без оглядки на решение батухи сергеевич но есть есть депутаты писали вот я видел одна депутация не было интервью она горит я за трапезникова потому что у меня там сноха с донецка вот и она то есть за него по национальному признаку может быть так получается этот за трапезникова тимит за трапезникова и на самом деле много даже с любит за трапезников есть такие люди но они не хотят слышать не хотят об этом они хотят закрыть глаза и надеяться на светлое будущее когда им говорит что у человека модное прошлое что неизвестно да откуда пойдут инвестиции когда им говорит что через калмыкия начнут отмывать деньги грязный это далеко не мало кого касается дужно и чуде ноги говорят что ну для них это не аргумент ноги говорят ты же понимаешь какой мы стране живем зачем ты это все высказываешь вас всех все равно загнобят там ваш бизнес начнут кошмарить вас самих начнут кошмарить да не правы так и будет скорее всего но власти так сказать у системы одни и те же методы но это же говорит о том что мы правы у нас когда вот если бы мы изначально как мы говорили против трапезников нам надо было но надо было не придерживаться этой повестке но калмыки народ умный все знают и начали как сказать каждому рот не заткнешь все имеет право высказываться никто их не заткнет тут еще по трапезников тут все сыграло роль конечно назначение орлова да это уже перелось и тяжело было уже удерживать повестку искусственно поэтому конечно с назначением орлова они нас переиграли не вот с назначением орлова многие ребята которые прям говорили бату сказал значит так и будет значит так и надо делать с назначением орлова они писали что мы идем на митинг туда-сюда короче то есть это действительно многих задело но потом чуть-чуть стих их был поугас и начали говорить мы уже понимаете бату не решает это в кремле все решили что с бы что с орловым что с трапезниковым а на самом деле он не хочет этого не хочет орлова не хочет трапезникова но люди если вы это понимаете помогите бату тогда вы же это понимаете что на него давит кремль а он этого не хочет надо ему помочь на а не потакать ему не потакать решение бенефицаров сверху благодаря тому что люди вышли на площадь не один раз у нас в калмыкии не произошло несколько назначений о которых говорили это говорят источники которые в прогнозах еще ни разу не ошиблись то есть это не прогноза инсайдерская информация получается так что мы не зря выходи и впереди еще митинги будут но как вы заметили как ни на одном митинге не ни на одном сходе граждан не было ничего радикального не было никакого насилия все проходило мирно но не все могут так у всех есть родственники госслужащие да у всех есть родственники служащие а чего там такого у нас маленького у меня родственника служащий они высказываются там в тоже в таком ключе можно сказать в поддержку трапезникова они прямо не говорят никто им прямо не говорит что я за трапезникова они все обтекают это 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 как сказать этот вопрос они как мы за бату то кто против него если он голова на 60 его выбрали и как него мы не уже все выборы пошли каждый должен с этим смириться этим смирились даже амсыровцы как говорят и они не призывают там давайте уберем бату они говорят давайте уберем трапезников потому что много нарушений было с его назначением его нельзя вот именно что даже депутаты говорят что его назначили все когда же бату сергеевич что это его решение а это муниципалитет муниципальный вопрос вообще не должны как сказать да как там говорят да она отдельно то не должно не никто не должен вмешиваться а тут все говорят все от прямо открыто говорят что это было решение головы до поднего положения сейчас переписали вы сам москве я сейчас в калмыкии но я еду в москву работать потому что я занимаюсь конным туризмом и зимой я ухожу в минус а мне надо зарабатывать деньги как-то наш лошадей надо кормить а весной мы начинаем конные походы так елена пишет а что тебе ответил бату когда вы разговаривали ну там это был диалог только со всеми там много вопросов задавали много чего отвечал он кстати вот по вопросу по 40 тысячками он не спросил сколько он хочет увидеть людей чтобы он поверил что мы представляем выражаем мнение не каких-то бенефицаров да а мнение народа вот и началось рассуждение о том что сколько за него сейчас проголосовала и то есть и он знал назвал число 40 тысяч вот вопрос ну хотя бы вот это один из ответов был и подхватили все остальные да вот сейчас пытается до мериться с нами администрация города сколько человек пришло сколько сколько было и опять же они сами они пытаются доказать они сейчас уже не пишут было всего 600 человек 600 человек для листы это как для москвы там около 40 тысяч если не больше и они уже смирились тем что 600 человек в легкую выходят мне даже вот юра который фоткал до это все показывал что у меня есть фото там каждые полчаса но он их не показывает я произвел расчет тоже мне не говорят что я там где-то ошибся неправильно посчитал и для чего-то они числа числа говорят как будто они что-то решают плату сергеевич сказал что умнее важно мнение одного человека люди на пикет выходят один человек выходит на пикет и к нему надо прислушаться а тут говорят вышло 600 бой сколько 300 бугров да и 200 чулганцев ну даже если это было 300 бугров и 200 чулганцев они что не люди что ни граждане города там еще те кто на карусели которые не работали не надо бояться но не надо просто закон нарушать и все в рамках закона говорить на каждый кто высказывается высказываетесь в рамках закона надо понимать что если мы действительно хотим добиваться цели да тут надо как-то вместе все это делать потому что вот вот эти вот оскорбления перепалки в соцсетях надо понимать что вы представляете протест если вы говорите занимательную позицию тех кто голове трапезникова то даже вот когда он просто идет перепалка вы должны немножко представлять что вы говорите не только о своей имени но сейчас такое время немножко сдержанного быть потому что вот пошли вот эти вот такие оскорбления некрасивые и они оставляют след на всем движении поэтому немножко быть в рамках кроме закона еще в таких рамках морали да да еще нас называют националистами да вообще вот это вот это муссируется не первый раз такое пытались раскачать что калмыки националисты я помню там 2000 начале 2000 там пытались такую тоже мульку пускали что в калмыкии там убивают русских все что-то но мы все живем в этой стране нам нас не обманешь ну например мое поколение да я родился в советском союзе я помню да вот когда советский союз развалился и что происходило по всей стране по всем национальным республикам практически везде русское население выживали кроме калмыкии кроме бурятии да вот но в калмыки точно этого не было по сравнению с другими это о чем говорит о том что мы народ толерантность мы ровно ко всем относимся причем и кавказцев у нас много живут и спасите у них где им лучше живется где к ним лучше относится в россии или здесь в калмыкии поэтому как бы нам не пытались пришить ярлыков националистов вот дима кстати шараев интервью дал хорошее когда у него тоже про национализм спрашивали он говорит что до национализм это не то что нам нас пытается показать такие националистами которые убьют другие нации да для нас национализм это любовь к своей культуре к своему народу уважение к другим народам и на видео видно всем видно сколько людей было а вас к административной ответственность привлекает как остальных активистов меня просто еще не нашли мне звонят говорят куда вам повестку принести я им говорю отправляйте как положено просто где вы живете ну если вы звоните с полицией вы должны знать где живу есть же паспортный стол где поэтому я не знаю может в каком как как они как они очень информацию через друзей через знакомых меньше ничего звонит человек спрашивает царин владимирович я такого не знаю царина владимирович да и хочу обратиться до ко всем да кто выступал на митинге на кого оказывается давление такое вы тоже не подыгрывать им а то не говорят я вам сейчас привезу отдам в руки распятит такого повестку пусть делают как это положено по закону отправляет ее по почте вот получает такой же письменный ответ и все но все понимают что это надуманное все команда дана всех активистов привлечь к ответственности а по факту то ни на одном из этих собраний исходов ничего не произошло такого даже даже вот 27 они объявили несанкционированным митингом и бадмаеву предупреждение было что если будут нарушения какие-то то его должны привлекать а нарушений не было никаких кроме ремонта сцены когда при таком количестве людей они нормально не огородив место которое ремонтировали они получается угрожали жизни здоровью людей это были сотрудники гор зеленхоза по закону надо тоже чтобы все понимали по закону ответственность наступает только в случае каких-то нарушений беспорядков да там а так по 31 статье конституции мы имеем право собираться в любом месте ну право выражать свое мнение мирно без оружия мы можем в любом месте в любом количестве и все такое главное чтобы организаторы несут ответственность за порядок если все прошло мирно спокойно ответственность по закону не должно наступать ну вот власти толкует по своему закону не только в калмыкии во всей россии и вот используют это чтобы лепить сначала административки штрафы ну короче создавать давление да вот пишет есть понятие здорово национализма не путайте с шовинизмом да или этом как называется боязнь ксенофобия нам мы действительно у нас здорово национализм мы это все показываем у каждого из нас есть там друзей много до среди других наций даже родственников а нам придает пытается привязать что-то другое бакур минд мы самый миролюбивый гостеприимный народ из каких только наций не состоят порой калмыцкие семени где такого нет вот кстати ко мне приезжают туристы с россии в конные туры и не раз они подчеркивали гостеприимство они прям были в шоке от нашего гостеприимства они даже на кавказе были они такого не видели когда мы идем по степи заходим на какую-то точку животноводческую стоянку их встречают так как будто всю жизнь ждали и причем не обязательно калмыки мы бывали у калмыков у даргинцев у чеченцев у русских и везде их встречали вот об степи и для них это было непонятно не спрашивали кто это ваши друзья родственники города нет грунт тоже так первый раз вижу как вы нас не знаю вот почему так условия жизни или чё так делают потому что бывает что мы только выйдем за границу калмыки там уже по-другому встречает так не так давно было интервью с учительцей главы она сказала что голосовала свое время против смешанных выборов она говорила что выступает за прямые выборы будет голосовать за прямые выборы она говорил что если прим закона прямых выборах он войдет за законную силу только через пять лет если дает и депутаты ведут то это будет только с новым созывом но референдум могут инициировать и просто граждане города листы это будет быстрее ремонт самое большое нарушение да вот даже люди которые там говорят что мы там не правы что мы что не так делаем вы просто кто там пытается еще посчитать людей там сколько их было 600 или 4000 вы просто посмотрите эфир и посмотрите что делала администрация города они пригнали машины окружили сцену там ок огородили и ленты не выставив нормального такого ограждения и начали разбирать саму сцену и начали разбирать купол причем сразу же во время митинга и начали все это назад прикручивать и эти работы производили не рабочие в униформе так как положено в касках это были там можно сказать руководство до какой-то этого город зеленхоза так называют ну не простые рабочие короче будет праздничный день день выходной день оплачиваться в два раза больше я знаю что некоторым людям с городами хоза предлагали они отказались случае принятия решения судом не вашу пользу можно идти дальше можно идти дальше вплоть до есть пти ну наверное можно но если честно отлично мне пофиг там штраф не выкшит там еще что-нибудь у меня уже есть там судимость и она уже погашены для меня это не пугает такие какие-то методы я не госслужащий не бюджет не бюджетник я не собираюсь туда поэтому на меня это никак не влияет могут посадить только до исключения мы пойдем по принципиальным вопросам порядок поведения митингов там все такое тех кто за организацию будут судить в том числе меня идти до последнего потому что вопросы принципиально решается там а так в общем тогда ничего страшного там не происходит административный ответ все это такая мелочь для меня для многих нас просто пытается запугать пока потом может быть примут какие-то меры посерьезнее что вы скажете по поводу недавнего призыва виталия бокова но если вы про то что он говорит там надо все вместе откачевывать конечно я против такого мы уже все вместе вот душе хан откачевывал ни к чему хорошему это не привело есть такое интервью кичиков такой ученый был да не помню как зовут он брал интервью у балзанова царем санджили вот они общались эти два очень уважаемых человека калмыка и они просто рассуждали а что если бы бушихан не увел калмыков в 1771 году и они пришли к выводу что в россии не было бы революции и я тоже считаю что так и было на сам так бы и было на самом деле поэтому где-то надо перетерпеть вот нам говорят что мы живем россии какие-то условия надо просто молчать но мы и так терпим мы здесь живем мы терпим это не значит что мы должны вообще полностью закрыть глаза на все для меня лично назначение трапезникова это такая репутационный момент то есть это то что останется в истории поэтому это я терпеть не собираюсь что нас не останется мы всего один век живем да потом будет другие поколения а в истории это грязь останется поэтому для меня это важно не промолчать это важнее чем-то административное право право по поводу трапезников да вот тоже говорят где вы были раньше не хочется оправдываться на эту тему но трапезников это же первый раз в нашей истории современной случается да что человека во первых со стороны во вторых с такой грязной репутации откровенно грязный его ему отдают наш город теперь его имя будет ассоциироваться с нашим городом для меня это личное скопление я не собираюсь останавливаться даже если никого рядом не останется хотя конечно я вижу что пацаны все никто не собирается сворачивать и еще хотел сказать насчет родины насчет высказываний виталия бокова я с ним не знаком лично я его уважаю хотел бы с ним познакомиться просто в этом вопросе я тоже с ним не согласен потому что я считаю что в современном мире родина это безопасность это нам нужно сюда затащить хорошее образование хорошую медицину чтобы мы могли здесь своих детей стариков оставлять сами мы можем ездить куда-то зарабатывать этом чтобы у нас чтобы был было место где мы знали что наши близкие себя в безопасности над этим надо работать да вот виталий еще говорил про геноцид который сейчас происходит но отчасти это тогда но если смотреть только изнутри на ситуацию да вот находясь бы являясь частью палмыцкого народа мы ощущаем геноцид какой-то но вы посмотрите на любого жителя россии какой-нибудь глубинки у них точно такой же геноцид получается это не то не так что кремль там сидит и думать на вот калмыкии надо их загнобить во всей россии люди живут не лучше чем в калмыкии большинстве регионов да и тоже неоднократно я говорил всем говорю нам не надо ввязываться такие в российскую политику призывают этом бороться с единой россии там с путиным я считаю что нам как народу до калмыкам не нужно в это влезать каждые сто лет происходит какие-то такие стряски такие серьезные мировые да и в прошлом веке например такие стряски разорвали наш народ практически уничтожили потому что калмыки начали делиться на белых на красных сейчас тоже будет деление и пытается так и показать да что мы делимся а мы-то не делимся мы против трапезникова кто за трапезникова скажите что вы за него вот тогда мы вот с этими людьми у нас будет разногласия но опять же же говорим же даже если вы за трапезникова я вас выше выслушаю я хочу ваши доводы услышать настоящие поэтому я считаю что нам нельзя делиться нельзя влезать в чужую войну калмыки в степи и горские калмыки разные и по гостеприимству согласен есть такое но все это от образа жизни действительно про штраф все равно оглашаете ну да в интернете вы может быть видели такую табличку у кого как да какой суд если вы вот некоторые ребята обижаются да что что мы активисты люди вот говорят пишет даже в личку надо так сделать надо и так сделать на митинге до люди идут тоже но вот сейчас когда и суды они как будто бы одни остались это расписание тоже повесили чтобы люди кто действительно поддержит пришли хотя бы поддержали здание суда чтобы хотя бы морально чувствовали что мы не одни 4 административки и все дальше уголовка и сроки большие по дадинской статье ну да к этому пытается подвести спасибо вам за то что вы есть спасибо и вам спасибо за то что вы есть и нам надо быть нам нельзя не быть просто боков проснулся раньше нас всех и никого рядом не оказалось сейчас бы он был бы очень нужен здесь да но он он и там нужен нам он везде нам нужен калмыки по всему миру живут и весь мир все калмыки показали что мы едины почти в каждом городе вышли высказали записали видео видео обращения пишут посты о чем-то говорит кто стоит за тропезником это вы у него спросите бенефициары за ним стояли еще главное вот то что за ними кто-то стоит это однозначно это невозможно оспорить а за нами предполагаю что кто-то стоит да и пытается этим как сказать козырять вот они не от народа говорят за ним кто-то стоит предположительно кому-то уже штраф назначили в каком объеме ну вот бадме штраф там лесенский городской суд 20 тысяч но он по столу будет апелляция 6 будет апелляция верховном суде да и там будет понятно да вот именно что из-за тропезникова судят своих они готовы из-за тропезникова загнобить нас всех посадить еще что-то там добиться того чтобы мы уехали отсюда лишь бы человек который сбежал со своей родины тут сидел и строил нам остановки с вайфаем и 22 этаж так может быть путин направить по тропезникову он ниже открещен что тропезы не проталкивают ну смотрите вы можете каждым взять и написать письмо утинут кто считает каждый может что-то сделать равно вот опять же люди надеются на кого ну что каждый сам на себя надеялся каждый пробудился до возродился как говорит дима шараев и предпринял как сделал какой-нибудь шаг для для блага нашей родины я просто лично считаю что если я напишу путина ничего не изменится кто-то считает по-другому ему и возможно уже пишет да мы кстати не заглохли не затихли вы не переживайте вот чем хорошо хорошо какое есть качество до положительное у нас у калмыков что мы очень быстро собираемся и точно также быстро расходимся мы мобильны поэтому имейте ввиду мы можем собраться хоть завтра в любой момент мы объявим и мы соберемся я уверен что соберется большое количество людей ну например у нас сейчас надо расслабиться немного и прийти 4 ноября на праздник день народного единства ну лично мы идем вы сами решаете тивом или не идти есть такая информация что на этот праздник пытаются согнать бюджетников добровольно принудительном порядке но я знаю что эти бюджетники и госслужащие точно также нас поддерживает поэтому они сами себе движущую услугу делать поэтому они придут на площадь и мы придем на площадь и кто хочет тоже приходите кто считает что народ должен быть един мы кстати проводим голосование да вот я у себя страниц написал что иду на площадь и вопросе уже несколько сотен человек сказать что тоже идут на площадь надо помочь батую несколько тысяч вывести людей заставляет мы добровольно пойдем сейчас у нас будет собрание активистов кто хочет быть активистом представляйтесь пишите давайте общаться кто хочет чем-то помочь тоже также обращайтесь но открыто не свейковых страниц чтобы мы точно знали кто вы если скрывать нечего то не со что бывает не писали некоторые госслужащие даже сотрудники полиции это они говорят мы не можем открыто потому что мы работаем это я понимаю но они нас поддерживают меня мой запрос я давно не просто я сейчас только увидел я думал что у тебя не работает сколько до этого все скоро приеду на слышал ты жду жду тебя на зиму надо перезимовать алдар здесь рженов есть у нас несколько тоже идей по поводу но даже по поводу не противостояния трапезнику да мы уже смотрим дальше по поводу организации развития гражданского общества теми силами как которые москве и нас есть мы прекрасно понимаем что трапезников мы прогоним я прям в этом уверен надо что-то делать дальше мы не идем политику нам крисло кабинета не нужны мы цель нашей изначально какая была ну трапезника вода выгнать и самая большая цель это пробуждение населения развития гражданского общества вот ты правильно сказал я гаджу может быть по этому поводу я для себя все мы составляем гражданское общество и что такое это когда каждый человек сам в ответе ответственно за свои поступки за свои мысли которые не возлагает ответственность не прикладывать ответственность на на других не ждет пока другие ему скажут что и что им надо делать что им надо делать который естественно сам дороже того чтобы подвергать сомнению мнение различные то есть мы же не говорим слушайте нас у нас правда ну хотя сейчас правда нашей стране но те кто еще сомневаются я считаю что пусть они проверяют не доверяют на здесь это нормально я вот думаю это вот есть гражданское общество я думаю что мы что мы начали это делать это хорошо трапезников уйдет я уверен обязательно уйдет там анти фэн шуи ему заказывают анти фэн шуи и я сначала тоже не посмотрел к сожалению не сохранился эфир некоторые моменты для себя заметил на вот говорит что если например тот же баку да или орлов они по фэн шуи общественник то трапезников нет он другой три минуты у него этого нету он больше бизнесмен было по поводу того что следующий год будет тяжелый для поту по-любому если он настоящий патриот и герой своей родины то не знаю ему надо он должен плакать по ночам думать мы должны сниться днр он должен побежит домой до спасать свою родину до до сих пор стреляет я надеюсь что его друг его друг захарченко до которого так сказать замочили сортили как говорит наш президент условно я надеюсь что снится захарченко трапезнику и каждый каждую каждый сон ему стреляет калашникова в голову я надеюсь на это искренне предательство он же на его могиле не плача говорил что я продолжу его дело я вас не брошу вы найдете на неделю неделя прошла он пропал и всплыл как фекалия у нас в листе интересно да вот ну какой он патриот какой друг его другом западло называть вообще так и есть если он сбежал со своей родины со своей родины до которого считать он же там откуда там он биографии написано что он краснодаре родился на пресс-конференции риа калмыки он говорит что он из самары он кого хочет запутать него наверное эти эти афнаш хочет запутать давно запутай да там что он якобы самары какая сама рода могу что родом и самара может родить я надеюсь у его бенефициаров его лично у него хватит совести какого-то мужества убрать этого человека потому что я считаю заканчивается сейчас вырубится на храню и мы сейчас идем на собрание мы уже вот оттуда выйдем оттуда выйдем всем пока думайте своей головой думать головой